Знаете, из этого газета, тут тексты Кондратьевские сказали принести, я думаю, все читать. О чем думает лектор, даже, по-моему, кто-то будет читать сегодня. Любовь к жизни, очень хорошая штука, чудо. Якумир Акатопа и Юката Секагава, вообще чудо. Вот последний день диктатора, в Портвенде все спокойно, совершенно классный текст. Я потом свой текст, как бы, к нему Лаверды написал, тоже был хороший текст. А вот, а вот это Хомка. Вот это вот мой любимый Хомка. Ну, Кондратьев, на самом деле, давай мы что-то, я хотел тебе рассказать. Понимаешь? Кондратьев, ты у меня был почти всегда, понимаешь? Ну, 42 года, как минимум, со школы. Вот недавно, ну, годик примерно назад, осенью 17-го, мы как раз Гончаренко хоронили. А на кладбище, вот кроме семьи, там, ты только пришел тогда. И мы тогда вот задумали. Вот осенью, через год концерт, замутим памяти. А тут, вон, сколько уже памяти получается. В марте, кстати, вот будет 35 лет тому самому ЗК-84, которая здесь вот у нас мелькала. Первому великому Стоемовскому концерту. Да, ну, счет пока там, по той картинке, 5-4. Еще у нас пока 5, и даже 4, по-моему, в этом зале есть. Поэтому надо как-то, в общем, отмечать. А ты, Кондратьев, вот, как бы попал под раздачу. Первый раз концерт памяти получился как раз для тебя. Вообще, без тебя тут какие-то новости стали безболтовые. Ну, все по Хармусу. Владимир Владимирович позавчера тоже вот момент запечатлел. Раз, два, три, ничего не произошло. Ну, правда, Мадагаскар вот тоже позавчера утратил смысл жизни. Не выбрали себе они на новый срок самого музыкального своего президента по фамилии Радзауна Римампианина. Фамилию, кстати, не ты ему толкнул, нет, там, в обмен на нигерийские миллионы. А, Кондратьев. Вообще, я помню, как 35 лет назад, потому что после первого нашего удавшегося посвящения, вот, 83-го года, мы пошли агностики Хреновы в храм поставить свечки по посвящению. Ну, так улетно было, все ржали, Кондратьев со свечкой в храме. А потом ты такой смешной мюзикл написал, тоже там, рождественский типа, со Стёбом, да? В конце там свечка точно горит, там, лягуха поёт, и это вот всё действительно для Бога, без всякого Стёба. Вот и Хомку своего, моего любимого, ты в шутку начал словами. Ещё на Петра и Павла. Хомке стукнуло 90. Петра и Павла, это, кстати, 12 июля, если что. Всё повспираю, от шуток к откровению, от откровения к небу. И вот тебе маленькое приношение, писать его было непросто, но легко, ведь твой темпоритом постукивает в наши сердца и будет делать это дальше, не страшно, не грозно. А так, с полуулыбкой, поглядывая вверх, мечтательно. Как это ты всегда делал? Ещё за две недели до Петра и Павла Хомку будто стукнуло. Куда подевался Кондратьев? Куда-куда? Завернул за угол, мы все сворачиваем за угол, думая, что там будущее главнее залога, а позади прошлое, которое всегда с тобой, все дни и часы, все километры и сантиметры. И все вот эти вот, которые мы с тобой, они же все здесь, по минуте за год, по близости за 10 тысяч миль. Ну и что? Ведь Е же равно Пи, единица равна нулю, бесконечность равна, сейчас-сейчас, встретимся на днях, ну, через неделю, ну, раз в год, ну, в два. Мы же все равно рядом, мы же все равно сейчас-сейчас. Мы стоим на берегу и ждем, пока мимо проплывет разбитое зеркало. Мы просто останавливаемся, оглядываемся. Почему мы делаем это так редко? Куда подевался Кондратьев? Что там за углом, за который он завернул? Ну да, крематория же, группа такая. Что там? Мы просто ждем, пока мы выпьем пиво, и к нам вернется Кондратьев. К нам всем вернется Кондратьев.